Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 18 ноября Галактион Было время, когда добрые молодцы первыми на галактионных деревнях поднимались И с утра пораньше принарядившись, выходили на улицы Столь ранняя прогулка человеку непосвященному могла показаться бессмысленным хождением А между тем, парни в этот день на улицах суженную присматривали Для чего прекрасным ориентиром служили им мелкие монетки, булавки, иголочки Разбросанные вокруг крылечек некоторых деревенских домов Ведь не кто-нибудь о мечтающей о замужестве девушки Их в ночь на 18 ноября раскидывали Давая таким образом понять, что готовы с девичеством своим расстаться Вступив в супружеский союз с человеком достойным И вместе с ним продолжить жизнь свою и род приумножить Степенно и гордо прохаживались молодые люди по улицам А деревенские пререстницы на них внимательно из окошек поглядывали Попивая чаек с кусочком сладкого пряничка Что недавно на подружкиной свадьбе праздничный стол украшал Существовал на Руси обычай дарить суженный на свадьбу именно пряник Да не абы какой, а специально к этому случаю изготовленный И украшенный лепной фигуркой рыбки с позолоченными плавниками Пряник этот был таким огромным, что хоть по кусочку Но обязательно каждому гостю в конце праздничного застолья вручался Служа одновременно и забавой, и знаком уважения И своеобразным сигналом к тому, что пора уже и честно да по домам расходиться Его даже разгоней или разгоняй пряником окрестили Дарили их ко дню рождения, преподносили знак любви и уважения Некоторые были такими огромными и тяжелыми, несколько пудов весом Что их приходилось доставлять адресату на санях, а то и на паре сани, ехавших рядом Для ребятишек выпекали прянички фигурные, изображающие птичек, рыбок, фантастических зверюшек А пряники, изготовленные в виде заглавных букв, служили им еще и своеобразной сладкой азбукой Впрочем, сладкими кусочками пряного теста не только дети, а даже вполне взрослые дяди тешились Например, в Саратовской и Калужской губерниях была с давних пор известна и очень популярна странная на первый взгляд игра Во время которой целые толпы здоровенных мужиков пряниками на ярмарочной площади кидались Для этого брали их размером не более 20 сантиметров Тот, чей пряник летел дальше всех и при падении не разбивался, считался победителем А помните довольно расхожее выражение «ломается, как пряник»? Так оно тоже на ярмарках родилось Правда, во время другой мужицкой забавы, когда одним движением руки нужно было пряник на три равные части разломить Говорят, находились среди игроков такие ловкачи, что за одну только ярмарочную неделю до 20 пудов пряников выигрывали Начиная с 17 века пряничное дело на Руси стало считаться народным промыслом А формы для оттиска пряников, изготавливаемые мастерами из твердых пород деревьев, причислялись к самым настоящим произведениям искусства Многие российские губернии могли в те времена своими печатными пряниками похвастаться О сохранившемся документе 18 столетия отмечается особенная прелесть пряников вяземских Многие искупечества и мещанства делают так называемые вяземские пряники, которые известны и славны по всей Руси Интересно, а есть ли сейчас в Вязьме легендарные пряничных дел мастера? Не слыхала, как в Вязьме, а вот если заглянуть в старину глубокую, то пряники и печенье еще с тех пор несут в себе глубокий, сакральный, обрядовый смысл И пекут их на закличке весны, к 8 марта для гаданий, ко дню весеннего равноденствия, в мае к прилету куликов, на масленицу, комоедицу На коледу пекут козульки, печенье в виде птиц и животных и ко многим другим старинным славянским праздникам Каледата уже скоро, готовьтесь прянички печь Братья-месяцы Братья-месяцы Братья-месяцы